всем привет дорогие друзья привет из соединенных штатов америки из штата нью-джерси сегодня я вам покажу одноэтажную америку кстати почему и называют одноэтажной я так и не поняла хотя в принципе все дома в америке да и в канаде вот такие частные дома они все двухуровневые то есть по меньшей мере два этажа но вот как-то так вот прицепилась одноэтажная и пошло знаете кто-то придумал я уж не помню кто этот термин придумал кто-то из по моему из международной панорамы обозреватель политический да ну вот так вот и осталось на самом деле америка-то двухэтажная в общем-то я вам показывала нью-йорк небоскреба небоскреба я маленький такой а сейчас провинция ну не совсем конечно ну так по сравнению с нью-йорком маленький городок в штате нью-джерси называется монклер один из самых фешенебельных и красивых городов которые я видела своей жизни город в котором живут очень не бедные люди и в общем то соответственно конечно дома и все вокруг выглядит вот так вот как она выглядит я не буду тут как бы концентрироваться на описание домов и сами все видите вот я снимала то что то что видела в этом городе живет моя племянница своим мужем они довольно недавно сравнительно переехали из нью-йорка в город монклер и этот город который находится очень близко от манхэттена несмотря на то что это другой штат ну вы знаете не знаю может быть и не знаете что штат нью-йорк и штат нью-джерси граничат между собой и на самом деле граница проходит через реку гудзон Hudson river как это называется по-английски или та самая гудзон река которую мы все знаем потому что город на гудзоне фильм нашумевший так вот нью-йорк назывался городом на гудзоне и вот этот самый гудзон он является границей между между манхэттеном и штатом нью-джерси так вот как-то это не странно но тем не менее это два разных штата и но они находятся очень близко то есть вот например город монклер находится настолько близко от манхэттена что проходя по некоторым улицам этого города вы видите башни манхэттена вдали как бы они видны то есть принципе довольно близко что и обуславливает то что в этом городе живут довольно состоятельные люди потому что близость к манхэттену это очень удобно люди которые работают в манхэттене в манхэттене работают как правило люди денежных профессий банкиры финансисты программисты рекламщики и прочие товарищи которые в общем-то не нуждаются особо в средствах так вот они любят жить в таких городах близких к манхэттену чтобы в принципе на работу было недалеко ездить с одной стороны другой стране не живут в городе живут собственных домах на природе в чистоте в красоте без шума без пыли потому чтобы нью-йорк по-любому и манхэттен в том числе это все-таки мегаполис со всеми сопутствующими так сказать плюсами и минусами минусов тоже очень много поэтому люди когда заводят семьи рожают детей переезжают вот такие вот городки где очень хорошие школы хорошие детские площадки чистый воздух в общем-то можно приобрести большой дом вот так что вот таким вот образом поэтому близость к манхэттену расположение это в общем-то очень большой плюс для таких вот ниджерсийских городов естественно чем дальше от манхэттена тем дешевле стоит там недвижимость и жилье вот я была первый раз в этом городе мне он очень понравился я поразилась его так сказать ухоженности красоте хотя же я в канаде в общем-то у нас тут тоже все не так плохо но но тем не менее в этом городе живут несколько довольно известных людей если вы знаете такая дама по имени бобби браун основательница одноименного косметического бренда бобби браун очень известного она является почетным жителем города манклер артистка бобби голдберг тоже довольно известная актриса но и разные другие люди которые в общем-то в миру в мире не совсем так известная скажем известны в америке но все мире не очень известны поэтому я не буду вам их называть вот но я хочу вам вот что сказать значит я мы походили посмотрели и мне племянница рассказывала что почем у них и почем стоят у них дома я позавидовала по черному их ценам потому что вот в таком вот не не дешевом месте довольно дорогом месте дома стоит порядка миллион полтора двух американских долларов что по нашим канадским меркам это довольно дешево потому что тот дом что у них манклер стоит 2 миллиона долларов у нас он будет стоить порядка 7 8 наверно то есть вот так вот так вот то есть у нас цены в канаде намного дороже на недвижимость чем в америке в нью-джерси и я сказала что в принципе то что вы жалуете что у вас все очень дорого так вот нет но есть другой момент в америке в канаде существует такое понятие как property tax или налог на недвижимость когда вы становитесь владельцем недвижимости дома или квартиры вы начинаете платить налог city то есть городу мэрии города фактически в котором вы живете и для того что вот вы живя в этом городе а мэрия для вас его благоустраивает чистит красит устанавливает светофоры на вот порядок делает детские площадки и так далее вы как бы платите каждый месяц платите налог на город в город вернее за зато 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 недвижимость которой вы живете это зависит от размера вашей недвижимости и от места конечно где вы живете чем больше дом и тем более шикарное место тем больше вы платите вот этот налог на недвижимость так вот я хочу сказать что если мы живем в нашем оквеле в онтарио ну не самый дешевый город в онтарио не самый дорогой конечно но один из не дешевых один из дорогих городов мы платим где-то порядка 400 долларов в месяц вот это вот такс property tax то есть недвижимость налог на недвижимость то моя племянница с ее мужем за их дом платят порядка 1700 долларов в месяц налог на недвижимость то есть представляете мы платим 400 они платят 1700 так что тут я сразу перестала завидовать их ценам и подумала нет нет уж лучше уж лучше так как у нас потому что вы понимаете что не просто нужны деньги чтобы купить такой дом но нужно очень много денег чтобы его содержать начиная вот от того самого налога на недвижимость и кончая допустим уходом за за травой за вот этими посадками практически каждый дом имеет во дворе бассейн за ним уход за бассейном это вообще такая головная боль я вам хочу сказать что лучше не иметь этого бассейна я как посмотрела что там нужно делать вокруг этого бассейна танцуют они с бубном вокруг него там делают пробы воды что-то засыпают наливая туда общем целые дела вот кстати сняла очень интересную хотел вам показать после дома построили такую полочку красивую с дверцами поставили туда книги и написано что эти книжки бесплатно каждый может взять и воспользоваться ими кто хочет если кому-то надо то есть люди видимо прочитали свои книги и вот выставили их просто возле дома очень смешные ручки посмотрите какие забавные ручки вот в этом шкафчике так вот люди просто почитавшие книжки решили что прочитай передает другому такая бесплатная библиотека поэтому поставили их просто вот оставили возле дома и кстати таких маленьких библиотек я видел очень много возле многих домов люди как бы делятся своими книгами которые прочли каждый может подойти взять книгу который он хочет обычно это детские книги но не только но в общем как бы интересная такая деталь заметила это центр города мы тут немножко гуляли это какой-то кинотеатр тут какие-то магазины мы сели покушать это завтрак такой обильный тут яичница и сыр и картошка и в общем пекон все что угодно авокадо это такой американский завтрак в общем-то довольно обильный довольно вкусный много кафе очень красивых в этом городе много ресторанов много очень красивых магазинов и очень много антикварных винтажных магазинов в которые я пыталась как бы я зашла в некоторые из них но долго я там не могла проводить время потому что мы были с маленьким ребенком можете себе представить винтажный магазин который уставлен посудой разными штучками дрючками и двухлетний ребенок которые не знают берегов так сказать которые и все нужно потрогать все нужно сбросить скинуть в общем-то нам было нелегко с ней поэтому мы заходили очень быстро выходили но я кое-что прикупила себе там и вам покажу в одном из видео вообще покажу свои покупки я не купила много вообще мы не очень ходили по магазинам собственно горе вообще не ходили по магазинам заглянули там в один магазин в бруклине возле моей сестры и вот здесь вот в монклер мы зашли в антикварный и в общем то немного я привезла но моей целью не был шоппинг потому что шоппинг я могу делать тут в канаде а там я была поглощена общением со своей семьей мы прекрасно провели время прекрасном городе монклер в основном мы чилили в бассейне у моей племянницы с маргаритой как бы очень жарко немножко погуляли вот походили по ресторанчикам по магазинчикам бассейн у них очень симпатичный очень хороший двориком и в общем то там очень неплохо проводили время такой был очень релакс отдых поэтому не шоппинга не особенных съемок я не делала вот только вот немножко из окна машины когда мы ехали и немножко гуляли я кое-что снимала чтобы вам показать потому что домики очень симпатичные действительно очень ухоженные люди очень-очень следят за своей недвижимостью и очень следят за своими газонами опять же это все очень большие вложения потому что газон должен быть идеальный иначе соседи будут коситься и еще еще могут настучать и вас могут оштрафовать за неидеальный газон из-за неидеальный полисадник если вы запустили свой фронт ярд то есть своего переднюю часть перед домом это как бы портит вид не только вашего дома но и соседских поэтому соседи имеют полное право на вас пожаловаться потому что вы как бы портите вид их дома с улицы да ну в общем такие вот порядки не очень нам понятны но каждый так сказать избушки свои погремушки в каждой стране свои прибамбасы ну вот такое мне сегодня видео я надеюсь что вам было интересно надеюсь что вам понравились красивые домики мои разговоры а на этом я буду заканчивать до новых встреч увидимся совсем скоро в следующем видео далеко не уходите с вами была ваша дита из канады но в целую пока пока бай